Добрый день! Windmill или мельница 4х4 это более сложная версия обычной мельницы 3х3, которая в свою очередь является шип-модом классического кубика робика. Если обычная мельница это модификация кубика 3х3, то мельница 4х4 логично модификация кубика 4х4. Перед тем, как приступать к изучению четырехслойной мельницы, я рекомендую освоить базовые головоломки, а именно кубик 4х4 и обычную мельницу. Ссылки на обучающее видео по каждой головоломке будут в описании. Напомню, что свое название головоломка получила из-за своей причудливой формы в перемешанном состоянии. У версии 4х4 это выглядит уже не так красиво, но что-то похожее есть. Рассмотрим строение. Здесь, как и в классическом 4х4, есть три типа элементов. Это центры, ребра и углы. Но если у кубика центры все имеют одинаковое строение, но разные цвета, то мельница этих центров два вида. Белые и желтые центры такие же, как на кубике 4 квадратных элемента, а боковые центры имеют другую форму. Причем часть элементов двухцветные, часть одноцветные. Вот это красный центр с зеленым цветом. Здесь зеленый центр с оранжевым цветом, оранжевый с синим и синий с красным. Причем вот этот дополнительный цвет подсказывает в каком порядке эти центры собирать. Вот эти два элемента похожи на белые и желтые центры. Если мы их поставим рядом, то заметим, что они выходят из плоскости и не являются квадратами. Они более вытянутые и располагаются наклоны относительно грани. Ребра на кубике 4х4 имеют одинаковое строение. Они двухцветные. Здесь же ребро может быть трехцветным, может быть двухцветным. Но вот этот цвет вспомогательный, на него можно поначалу внимания не обращать и считать, что вот это бело-зеленое ребро из двух элементов. Один поменьше, другой побольше. Таких пар получается 8. Это те ребра, которые прилегают к желтому либо белому центру. Здесь вот такие же, но с желтым цветом. Есть 4 пары ребер одноцветные. Вот красная пара, они на вид идентичны. Зеленая, оранжевая и синяя. Если здесь два ребра имеют похожие цвета, но по форме различаются, то здесь форма у них одинаковая. Если мы возьмем обычную мельницу, то там ситуация похожая. Есть вот такие вот белые и желтые ребра. Есть одноцветные ребра. Зеленые, красные, синие, оранжевые. В версии 4х4 просто все ребра состоят из двух элементов. Уголки такие же, как и на мельнице 3х3, имеют всего два цвета, но размер их чуть поменьше. На кубике 4х4 углы трехцветные. Уголок, напомню, это вот этот элемент. Бело-зеленый в данном случае. Таких углов 8 штук. Форма у них одинаковая, цвета разные. Этапы сборки будут такие же, как на кубике 4х4, центры, ребра и потом этап 3х3. Но отличия будут в том, что центры будут собираться чуть посложнее. Я покажу разные варианты для сборки последнего центра. Ребра собираются не сложно. А вот на этапе 3х3 могут возникнуть паритеты, как и в кубике. Но старые алгоритмы здесь уже не подойдут. Я покажу другие. Будьте внимательны. В этом видео покажу все возможные ситуации и все необходимые алгоритмы. В перемешанном состоянии мельница 4х4 выглядит вот так. Приступим к первому этапу сборки центров. На кубике 4х4 мы начинали всегда с белого центра. Нужно было собрать одну белую полоску. К примеру, есть два элемента. Ставим их рядом, получаем полосочку. Далее на другой грани собираем вторую белую полоску. Стараясь при этом не разрушить уже собранную. Раз элемент, два элемент. Ставим их рядом и обе полоски объединяем на одном центре. После, напротив белого центра, надо собрать желтый центр. Для этого мы белый центр располагаем снизу. Собираем на боковых гранях полоску. Ну, либо сверху тоже можно это сделать. К примеру, вот были два элемента, даже разделенные. Собираем полоску и отправляем эту полоску наверх. Если мы сделаем вот так, белый центр разрушится. Нам этого не нужно. Поэтому для того, чтобы вот эту полоску отправить наверх, мы ее поднимаем, разворачиваем и возвращаем первое движение. Полоска наверху, белый центр цел. Если у нас есть возможность, мы собираем вторую полоску на боковых гранях и отправляем туда же к первой. Для этого размещаем одну полоску под другой, поднимаем нижнюю на место верхней, разворачиваем и возвращаем. Все собралось. Если у нас получается ситуация, что сверху три центра, снизу один, то нужно один вот этот разместить так, чтобы при его поднятии наверх образовалась полоска, а эта полоска ушла на заднюю грань. Дальше мы эту полоску разворачиваем и возвращаем. Если изначально наверху был только один центр, а снизу есть еще один, то их можно объединить. Поставить верхний в похожее положение, что и нижний. Если этот снизу, то этот снизу, но это должен быть справа, а этот слева, либо наоборот. Главное, что когда мы поднимаем нижний, получалась полоска, ее отводим в сторону и возвращаем. После чего туда добавляется вторая полоска. Способов много, этап интуитивный, можно делать по-разному. В мельнице 4х4 эти два центра собираются аналогично. Начнем с белого. Вот один белый элемент, вот другой белый элемент. Располагаем их так, чтобы собралась полоска. Вот одна полоска. Сделаем, что белый центр будет находиться здесь. Ищем остальные элементы. Один и второй. Отведем в сторону. Этот поставим рядом. Эту не сломали, значит хорошо. И две вот эти полоски объединяем на одной грани. Теперь располагаем этот белый центр снизу. И на противоположной грани собираем желтые центры. Ну а здесь одна полосочка уже стоит. Допустим, что ее не было. Где-то здесь мы сбоку собираем желтую полоску, отправляем наверх. Не забываем разворачивать. И возвращаем первое движение назад. Также собираем вторую полоску на средних слоях. Располагаем нижнюю полоску под верхней. Поднимаем. разворачиваем. Возвращаем. Ну или решаем другие ситуации, которые могут здесь возникнуть. Белые и желтые центры одноцветные, поэтому здесь проблем нет никаких. Ну и еще пример сборки второго центра. Допустим, наверху такие по диагонали два центра. Мы можем к ним доставить еще один центр. Подставляем так, чтобы собралась полосочка. Отводим ее в сторону. Возвращаем. И получается здесь три элемента. Ищем еще один центр. Ставим его так, чтобы при подъеме образовалась полоска. Отводим в сторону. Возвращаем. Все как в обычном кубике. 4х4. Белый собран и желтый собран. Дальше в кубике 4х4 мы располагали собраны центры по бокам и собирали здесь синий. Одну полоску и вторую полоску. Абсолютно интуитивно, даже без возвратных движений. На мельницу мы поступим так же, хотя можно собрать и любой другой цвет. Это не так важно. Начнем с синего. Вот два синих элемента. Они стоят вроде рядом, но не так, как должны. Их надо переставить. Для этого мы их как-нибудь разделим. Желтый и белый у нас по бокам. Повернем другой стороной. Должно получиться что-то такое же, как вот эта оранжево-синяя полоска. Вот синий и вот этот синий. И поставим их рядом. Располагаем эту полосочку вертикально, чтобы не мешалось. Теперь вот еще один синий элемент. Нужно найти такой же. Вот он недалеко. Поворачиваем его вот так. Ну в такое же положение, как и этот элемент. И объединяем. Получаем вторую полоску. Ну и нехитрыми движениями располагаем их рядом. Получаем собранные белый, синий и желтый центры. У синего есть еще красная полосочка, которая нам намекает, какой центр собирать следующим. Следующий центр на кубике мы собирали красный. Для этого мы располагали белый центр перед собой, синий сверху. Если кубик держать именно так, то красный должен быть справа. Перехватываем так, чтобы у нас белый и желтый был по бокам, синий сзади. И здесь собираем красный. Ну, одна полосочка уже есть. Здесь движение будем делать с возвратом, так же, как собирали желтую грань. Собираем вторую. Вот два элемента. Подвернем. Объединим. Отведем в сторону. Вернем. Две полоски. Ставим друг под другом. Поднимаем. Разворачиваем. Возвращаем. Все те же приемы, что и для желтого центра. С мельницей поступим так же. Возьмем белый перед собой. Синий сверху. Значит, справа должен быть красный. Ну, здесь вот эти цвета подсказывают, но главное не перепутать. Красный справа или слева. Если мы соберем красный цвет слева, то получится на этапе 3х3 какая-нибудь нерешаемая ситуация. И центры придется пересобирать заново. Поэтому красный мы соберем четко справа. Белый, синий и здесь красный. Перехватываем. Белый слева, желтый справа, синий сзади. Здесь будем собирать красный центр. Видим один красный элемент, второй красный элемент. Их надо объединить. Понятно, что если мы их объединим вот так, будет некрасиво. Поэтому разворачиваем. Этот разворачиваем тоже. И два вот этих элемента объединяем. Делаем так же возвратные движения. Отводим в сторону и возвращаем. Первая полоска готова. Ищем другие красные элементы. Вот они здесь уже в виде полоски находятся. Прямо отсюда. Ставим ту полоску на место вот этой. Двойным движением. Разворачиваем. И отменяем первое движение. Красный центр собран. Поворачиваем вот так. Чтобы у нас красный с красным совпадали. И видим, что здесь нам рекомендуют делать следующий центр зеленый. На кубике после сборки красного мы перехватывали его вот так. И дособирали одновременно два оставшихся центра. Одна полоска есть. Добавим туда еще один элемент. Ну и этот. Поднимем так, чтобы собралась полоска. Отведем в сторону. И вернем. Собраны все центры. Проверяем белый, желтый напротив. Зеленый, синий напротив. Красный, оранжевый напротив. Но также важен и порядок смежных цветов. То есть белый, синий, красный, зеленый, оранжевый. Именно такой порядок. В редких случаях на некачественных кубиках может быть расцветка другая. Проверить ее можно по какому-нибудь углу. Вот у нас белый уголок. Берем белым к себе. Сверху синий. Справа красный. Значит мы все сделали верно. Если у вас на белом углу расцветка не такая, то и центры вы должны собирать в другом порядке. То есть после белого и желтого тот, который здесь. А потом вот этот. Но остальные напротив. Собираем зеленый центр на мельнице. Здесь видим уже готовую полоску. Причем можно рассматривать полоску как вот такую, так и такую. Не так важно, как удобно. Давайте вот эту полоску отправим сюда наверх. поднимаем, разворачиваем, возвращаем. И тут получается, что у нас три элемента. Нужно добавить еще один. Если мы сделаем так же, как в кубике 4х4, то есть разместим вот этот элемент таким образом, его поднимем, повернем и вернем, то зеленый центр может как собраться, так и нет. В данном случае нам повезло и собралось. Оранжевый при этом совсем не собран. Допустим, у нас была вот такая ситуация. Три зеленых элемента сверху, один снизу. Подворачиваем так, чтобы выбить полоску. Поднимаем. У нас получается какая-то некрасивая полоска. Отводим назад. Возвращаем. И получается, вроде бы, 4 элемента все на месте, но стоят криво, не так, как должны. Поэтому здесь важно больше внимания обращать на форму, так как элементы имеют разное строение. Если есть уже какая-то нормальная полоска, ее можно на этой грани оставить. А другую лучше перебросить на несобранную грань. И там с ней как-то уже манипулировать. К примеру, мы просто разделим эти два элемента. Для этого, используя пустой слот на собираемом центре, опустим эту грань, отведем элемент в сторону и вернем. Получили уже два элемента по диагонали. Их бы хорошо соединить вот этими сторонами. Для этого мы также, используя правый несобранный слот, теперь опустим этот элемент, повернем и поднимем. Теперь уже элементы с друг другом по форме совпадают. И полоска правильная. Ее можно поднимать наверх. Собрался зеленый центр и собрался оранжевый. Это везение. Так бывает не всегда. Сейчас мы рассмотрим два возможных случая несобранного оранжевого центра. Случай первый. Когда у нас одна полоска правильная, другая неправильная. То есть нужно поменять местами два вот этих элемента. Это можно делать интуитивно, можно же использовать алгоритм. Если вы умеете собирать мастерморфик с 4х4, то там такие ситуации я уже показывал. Но мельница и фишер это наиболее простые шейпмоды четырехслойного кубика. Поэтому здесь используя белую или желтую грани можно несколько упростить сборку центров. А именно, как мы сейчас собирали зеленый центр и использовали в качестве несобранного оранжевый, можно также собирать оранжевый центр, но в качестве несобранного использовать желтый. У него расположение элементов неважно, поэтому можно на этой грани как-то перестраивать вот эти два элемента, и желтый центр в конце останется собранным. Ну, к примеру, вот эти два элемента переместим сюда интуитивными движениями. Здесь грань желтая. Их разобьем похожими движениями, после чего вот это и вот эту сторону отсоединить. Мы опять же опустим, повернем, поднимем, получим полоску и эту полоску отправим на оранжевую грань. Вот у нас оранжевый центр собрался. И желтый остался неизменным. Решается вполне интуитивно. Еще покажу, как решить такую же ситуацию, но при помощи алгоритма. Для того, чтобы поменять местами вот эти два элемента, мы располагаем их справа, а сверху должен быть либо белый, либо желтый собранный центр. Для того, чтобы поменять местами мы делаем сначала пиф-паф, а потом рыбку. Движение R делаем двумя слоями. Rv U Rv' U' Это был пиф-паф. И теперь правую рыбку. Rv U Rv' U Rv U2 Rv' Rv' Нужно делать нужно делать двумя слоями. В этом случае мы располагаем собираемый центр сверху и элементы, которые нужно поменять местами справа. И выполняем Rv' Rv' U' Rv' U' Rv' Rv' Rv'2 и два элемента меняются местами, остальные центры не задействуются. Но пиф-паф и рыбка как-то попонятнее и попроще. Более того, при помощи пиф-пафа и рыбки можно решить и вот такую ситуацию. Да, можно, конечно, применить два раза этот алгоритм. Для начала поменять местами два этих элемента, ну или два каких-нибудь других, если так будет удобнее. Примерно два этих, потом развернуть и два вот этих. За два применения все переставится. Но можно сделать по-другому. Можно поменять местами оранжевый и желтый центры, ну или белый вместо желтого. То есть желтый взять перед собой одноцветный, а оранжевый сверху. И сделать тот же самый алгоритм. Напомню, если нам нужно поменять два элемента на передней грани, мы располагаем одноцветные сверху и делаем пиф-паф с рыбкой. Если нужно поменять местами четыре элемента, то сделать двойную перестановку, ну, копье здесь сверху, крест-накрест переставить, то мы берем, собираем грань сверху, одноцветную спереди, и делаем тот же самый алгоритм. rv u rv u' rv u' rv' rv' rv u' rv' 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 и оранжевый центр собирается. Ну и так же, как для предыдущей ситуации, здесь можно использовать универсальный алгоритм, который чуть подлиннее, но не задействует другие грани, и будет работать на любых шейп-модах. Располагаем, собираем грани сверху, и делаем алгоритм pvl копье из кубика 3х3, где движение r выполняется двумя слоями. Ну и движение f можно не делать. f пропускаем сразу rv u' rv' u' rv' 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 u' rv' 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 ну в конце f' так же можно не делать. И оранжевый центр, который до этого требовал диагональной перестановки, тоже собирается. В итоге можно использовать либо piv-pav с рыбкой, либо универсальные алгоритмы, кому что удобнее. Для piv-pav с рыбкой нужно задействовать одноцветный центр, правильно его расположить. Для универсальных алгоритмов не нужно. Если вы знаете pvl, а именно tperm и копье для кубика 3х3, то можете их использовать. Но у piv-pav с рыбкой есть одно еще замечательное преимущество, которое работает не всегда, но бывает полезным. К примеру, вы собирали первые 4 центра и случилось так, что у вас все зеленые элементы сразу появились на своих местах. Довольно частая, кстати, ситуация. А раз первые 4 центра собраны, здесь все элементы на местах, то все элементы и у оранжевого центра будут на своей грани. Здесь нужно переставить два вот этих элемента, здесь нужна диагональная перестановка, то есть ни одной правильной полоски нет. Если ситуация именно такая, то мы можем также сделать piv-pav с рыбкой. Сверху расположить центр, где нужна диагональная перестановка, а спереди, где нужна только парная перестановка. Здесь одна полоска собрана, значит мы ее располагаем слева и у нас поменяется местами два вот этих элемента и по диагонали поменяются вот эти четыре. Делаем тот же самый алгоритм piv-pav с рыбкой. rv u rv u rv u rv rv u2 rv штрих. Иногда бывает полезно. Я в своих сборках это использую. Больше никаких сложностей на этапе сборки центров не возникнет. Сборка ребер. В методе для начинающих мы использовали такой способ. Находили два одинаковых ребра. К примеру, вот желто-синие и вот желто-синие. Располагали какими-то способами их на одной грани. И надо было сделать так, чтобы они были либо оба сверху, либо оба снизу. У нас одно ребро сверху, одно снизу. Это нехорошо, нужно сделать по-другому. Можно либо как-то интуитивно вот такими движениями, либо можно сделать алгоритм под названием флип. Р У Р ШТРИХ Ф Р ШТРИХ Ф ШТРИХ Р И ребро вот это разворачивается. Сейчас оно опять стало снизу, оно должно быть сверху. Делаем флип Р У Р ШТРИХ Ф Р ШТРИХ Ф ШТРИХ Р И оно становится сверху. Как только мы добиваемся положения, что два одинаковых ребра находятся либо сверху, либо снизу, вот так, мы выполняем алгоритм, который их соединяет. Для этого мы сдвигаем верхнюю половину куба движением УВ ШТРИХ Делаем тот же самый флип Р У Р ШТРИХ Ф Р ШТРИХ Ф ШТРИХ Р И возвращаем половину куба обратно. И получается вот у нас ребро из двух элементов. Одно из 12. И максимум этого алгоритма нужно проделать 11 раз, чтобы собрать все 12 ребер. Ну, возможно, какие-то будут собираться сами. То есть, после сборки первой пары мы ищем два других одинаковых любого цвета. Ставим их так, чтобы они были либо оба сверху, либо оба снизу. И повторяем этот нехитрый алгоритм. Вот ребро собралось. Оно будет собираться либо слева, либо справа. Слева будет собираться, если мы располагаем ребра снизу, справа, если располагаем ребра сверху. На мельнице можно выполнить все тем же самым алгоритмом, хотя чуть позже я покажу другой способ на основе фрисвайса. Проще, наверное, начать с одноцветных ребер, так как они одинаковые и легче искать. Вот два зеленых одноцветных ребра одинаковые, они располагаются оба сверху, сдвигаем половину головоломки, делаем флип р у р штрих ф р штрих ф штрих р и возвращаем половину куба на место. И вот у нас первая пара ребер готова. Ищем другие. Вот, к примеру, красная. Вот это похоже, но оно красно-желтое, а должно быть чисто красное. Это вообще уголок нам не подойдет. Вот красная. перемещаем как-нибудь поближе. Получаем, что это снизу, это сверху. На одной грани, но нужно вот это развернуть сначала. Делаем флип р у р штрих ф р штрих ф штрих р Получаем два красных ребра располагаются оба снизу. выдвигаем половину куба выполняем флип р у р штрих ф р штрих р штрих р возвращаем. Вот у нас еще одна пара собралась. И продолжаем так, пока не соберем все. Ну, для начала одноцветные. вот у нас есть оранжевые и вот еще оранжевые. Это стоит снизу и нам желательно, чтобы вот это тоже сразу встало снизу, чтобы не делать лишний флип. Для этого мы можем отвести ребро в сторону, поднять вот это место, подставить сюда нужное ребро и вернуть. Вот они оба снизу. Если не получилось, то делаем флип и ставим их в нужное положение. Уполняем алгоритм, сдвигаем половину, флип р у р штрих ф р штрих ф штрих р возвращаем. Мы собрали три одноцветных пары ребер. Вот еще синее. Нужно найти еще одно такое же. Вот мы поблизости. Чтобы отсюда переставить ребро вот сюда, оно находится лево, нужно вот сюда. Мы можем поднять эту грань, вставить сюда и опустить. Ну, а также можно ничего не поднимать, просто передвинуть вот это ребро сюда и опустить вот так. Так положение тех элементов, которые были здесь, нам сейчас не важно. Главное, что вот эти два голубеньких элемента находятся оба снизу. двигаем половину, выполняем флип, и возвращаем половину. Вот у нас голубая пара собралась. несмотря на большое количество движений, метод эффективен и позволит собрать все до конца. Но одинаковые ребра у нас закончились. Мы знаем, что другие ребра, они хоть и с похожими цветами, но разные по форме. Вот пример собранного ребра, желто-красного. Да, и нужно искать что-то подобное. Вот желто-синее. Ищем еще одно желто-синее. Оно должно быть покрупнее. Вот оно. Располагаем рядом снизу снизу и выполняем тот же самый алгоритм. УВ штрих Р У Р штрих Ф Р штрих Ф штрих Р и возвращаем УВ. Вот собралось. Дальше вот белый-зеленый небольшой и вот белый-зеленый большой. Сразу стоят А кажется, что оно бело-зеленое по этому цвету. Но основной цвет красный и оно на самом деле бело-красное и с этим ребром не объединится. Так что нужно искать другое. Вот бело-зеленый. Ну встал на то же место. Оба сверху. Это удобно. УВ штрих Р У Р штрих Ф Р штрих Ф штрих Р УВ собралось. Только это белое-оранжевое, а вот белое-зеленое. У нас одновременно собрались две пары ребер. Хорошо. Движемся дальше. Вот желто-зеленое и вот желто-зеленое. Оба снизу. Удачно делаем алгоритм УВ штрих Ф Ф УВ собралось. Иногда могут ребра по форме собраться, а по цвету нет. Вот один из таких случаев. Будьте внимательны, чтобы это не пропустить. Белое-синее, белое-синее. Вот это нужно развернуть. Я делаю флип. Так. Алгоритм. И собралось очередное ребро. Ребро. Что остается? Вот это вот белое-красное, желтое-оранжевое. И вот они видимо как раз и два и есть. Последние две пары соберутся одновременно. Но мы видим, что стоят они как-то не так. Делаем флип. флип. Так. И теперь белое-красное, белое-красное. делаем алгоритм. Проверяем, собраны ли все ребра. Сверху 4 пары собраны. Сбоку 1, 2, 3, 4. Снизу 1, 2, 3, 4. Все собрано. И на этом можно и остановиться. То есть собирать ребра именно так. Но для тех, кто хочет это делать побыстрее, я покажу основы метода фрисвайс. Ну, сначала на кубики. Вот у нас есть два одинаковых ребра. Располагаем одно снизу, а другое наоборот сверху. Не так, как в предыдущем способе. Причем нам не важно стоят ли они на одной грани либо на соседних. Если они объединяются вот таким движением в одну пару, то значит нас такой вариант устраивает. Еще раз. Вот одно ребро, вот другое. Это снизу, это сверху. Объединяем, заменяем на несобранное сверху и отменяем первое движение. Получаем собранное ребро за меньшее количество движений. Можно сделать и еще более эффективно, если будет получаться. Для начала конечно нужно убрать со среднего слоя собранные ребра, чтобы их не разрушить. Отправим куда-нибудь и будем смотреть на то, что есть. Сначала на боковых. Вот к примеру есть белое синее ребро. Нужно найти еще одно такое же. Вот оно. Ставим это ребро так, чтобы оно было по диагонали. То есть если это снизу, то это будет сверху. Интуитивно делается вот так. Объединяем в один ход и заменяем на несобранное. Но заменить можно сразу на такой элемент, чтобы он вернувшись сюда, собрал к примеру вот это ребро. У нас есть такой бело-оранжевый элемент. Такой же как и здесь. Интуитивно располагаем его так, чтобы он оказался сверху и объединяем вот эти два. Дальше вот здесь есть синий-красный и здесь синий-красный. Мы вот это собранное заменяем вот на это, зная, что следом мы соберем вот это ребро. К примеру, мы заметили, что здесь есть зелено-красное и здесь зелено-красное. Мы можем поменять вот так и дальше продолжить собирать ребра до тех пор, пока сверху и снизу не останется несобранных. Мы видим, что здесь осталось одно несобранное ребро, а здесь ребро само собралось. Меняем, смотрим, что на противоположной грани, но тут уже все собранные, поэтому можем центры восстановить и собрать оставшиеся. Здесь у нас одно ребро собрано, два несобранных спереди и одно несобранное сзади. Когда у нас получилось, что собранные четыре сверху и четыре снизу пары ребер, мы должны центры восстановить, если этого не было, и оставить перед собой только две пары несобранных ребер. А значит, вот эту пару нужно заменить на собранное ребро. Вот мы сюда желто-красную пару поставили. поступаем как и до этого. Вот здесь зелено-желтый элемент, здесь есть такой же, ставим его вот сюда, объединяем, видим, что здесь бело-зеленый, вот здесь такой же, отводим в сторону и получаем все ребра собраны. Если что-то пошло не так, в конце может получиться вот такая ситуация, как и в предыдущем методе, и в этом случае нужно сделать тот же алгоритм, то есть сдвинуть, делать флип и вернуть. Ребра соберутся. Важно, что методом фрисфлайс или методом замены можно также собирать ребра, но тратить на это меньшее количество ходов. Для шипмодов это часто бывает очень важно, так как вращаются они посредственно. Ну и пример сборки фрисфлайсом на мельнице. Здесь уже не обязательно выбирать сначала одноцветные ребра, потом двухцветные. Здесь какие первые вам показались подходящими, такие можно и использовать. Ну на удивление вот есть у нас голубое и голубое ребра. Ставим их по диагонали, одно снизу, другое сверху. Объединяем в один ход и заменяем на несобранное. Смотрим, здесь вот зеленое и красное есть. Есть что-то подобное сверху, есть вот красное. Красное здесь, здесь оно снизу. Значит, вот это нужно поставить наверх, интуитивно. Поднимем, заменим, вернем. И обратным движением у нас соберется еще одно ребро, ну пара. Так, ну центры восстановились, здесь два ребра на месте, здесь есть оранжевые, тут оранжевого нет, есть зеленые кончились. Давайте перевернем, вот оранжевые. ну когда центры собраны, можно делать прямо вот так, то есть в одно движение. Соединяем в пару, здесь зеленое, здесь вот еще одно зеленое, так, оно должно оказаться сверху. Отводим в сторону, поднимаем, вставляем. Когда центры сдвинуты, в один ход уже переставлять нельзя. Иначе центры сломаются. Так, собрали зеленые, собралось тут еще и красные, перехватим на несобранные, вот здесь бело-зеленые, сверху нет бело-зеленого, желто-оранжевые, вот есть желто-оранжевые. Это сверху, значит это нужно поставить вот сюда вниз. так, объединяем. Так, здесь маленькое зеленое, лучше, наверное, поставить вот этот, так, чтобы он с этим объединился, желто-синий, должен быть сверху. Вводим в сторону, возвращаем. так, два ребра есть, тут четыре, раз, два, три, одно несобранное, и на противоположной три несобранных. ну, если осталось три несобранных ребра, их нужно как-нибудь поближе расставить. Давайте вокруг белого центра и посмотреть. Вот белый, зеленый, белый, зеленый, где третье ребро, вот оно, третье, заменяем на собранное. Так, так, расставляем вот это, с этим объединяем, получаем хорошую пару, и вот на это место нужно поставить несобранное, да так, чтобы вот это зелено-желтое обрело свою пару. У нас здесь такое есть, надо, чтобы вот этот, нет, вот этот элемент, да, вот этот должен оказаться сверху. Отведем, повернем, поставим сюда, вернем. Ну и сейчас должно все собраться. Проверяем, сверху четыре собраны, сбоку четыре пары собраны, и с другой грани тоже все четыре собраны. можно собирать ребра любыми другими способами, которые вам известны, делайте как это вам удобно. Далее на этапе три на три мы собираем крест. крест. Если в кубике это делается легко, интуитивно, как в обычной трешке, крест сразу правильный, то на шейп-отдох здесь чуть посложнее, но тоже интуитивно. также будем собирать белый крест. Для этого находим белый центр и расставляем вокруг него ребра, но сразу в правильном порядке. Мы поставили красное ребро справа, этот цвет подсказывает, что должно быть зеленое. Зеленое ребро с белым цветом находится недалеко. ставим сюда зеленое, тут сразу видим оранжевое и остается синий. Видим, что у нас порядок цветов правильный, эти цвета совпадают, а значит уже направление мысли верное. Но если здесь все хорошо, а могу сначала быть и не так, к примеру, таким образом вот эти цвета не совпадать, мы должны пододвинуть под свои цвета, мы видим, что здесь по форме элементы совпали, здесь нет, здесь нет и здесь нет. И как в обычных шип-модах, это можно интуитивно развернуть, то есть мы разворачиваем именно центры. Для того, чтобы развернуть вот этот центр, можем поднять наверх, отвести в сторону, развернуть нужной стороной синий-красный центр, вернуть ребро и поставить на место. Также можно поступить со следующим. Поднимаем, отводим в сторону, разворачиваем центр, ставим так, чтобы все было красиво и возвращаем. Ну и четвертый. Поднимаем, отводим в сторону, поворачиваем и все готово. Вот теперь это правильный крест. Можно собирать так, как на обычных шип-модах, можно использовать техники Keyhole, для этого, которые чуть облегчают, а можно на шип-модах сразу собирать правильный крест. Это наиболее эффективный способ. К примеру, так у нас все перемешано. Вот белый центр, и к нему нужно поставить белые ребра. Находим какое-то одно, бело-оранжевое, нужно к оранжевому центру его подвести. Мы центр сразу повернем так, чтобы при соединении форма совпала. То есть, вот таким образом потом их соединим, только после этого поставим на место. И сразу все хорошо. Ищем какое-нибудь другое ребро, к примеру, вот белое-синее. Оно должно стоять возле синего центра, и мы должны с этим центром объединить. Повернем так, чтобы при таком движении все соединилось, и ставим на место. Вот у нас три хода, и поставили ребро на место, и сразу по форме все правильно. Дальше зелено-оранжевый. Мы видим, что если вот так повернем переднюю грань, то оранжевый будет снизу. Поэтому я центр сразу поверну вот так. У нас тут заодно и красное ребро собралось. И все получилось. Если в конце осталось одно какое-то кривое ребро, то можно по старому способу его поставить правильно рядом с своим центром. То есть центр развернуть. А так делать не обязательно. Можно собирать правильный крест любым способом. Вот так мне кажется побыстрее. Покажу как собирать отдельные углы и как ребра. Допустим у нас вот такой уголок белый, зеленый, красный. Располагаем его над своим слотом между красным и зеленым центром. Белый центр снизу. и делаем определенное количество пиф-пафов. Если белый вверх, то три. Если белый вправо, то один. Если белый на нас, то один обратный, либо пять обычных. пиф-пафов. В данном случае три пиф-пафа. И уголок становится на место. Рядом с ним давайте поставим зелено-оранжевый. Он здесь тоже белым направлен вверх. Так не интересно. Допустим он был белым вправо, то мы делаем просто один пиф-паф. Если был белым на нас, то один обратный пиф-паф. После того, как собраны все уголки, собираются ребра, но здесь важно не использовать всякие ромашки-лесенки из не очень рациональных методик, которые разворачивают центры. Делать это теми алгоритмами, которые я показываю. Сюда нужно зелено-оранжевое ребро, сюда красно-зеленое. Находим зелено-оранжевое ребро, ставим его над своим центром, оранжевый цвет справа, делаем такой алгоритм. Отводим, поднимаем место, возвращаем, возвращаем. Получаем пару, отводим в сторону, поднимаем место передней гранью, вставляем сюда пару, опускаем. Вот ребро встало на место. Для того, чтобы поставить зелено-красное ребро, также располагаем над своим центром, красный цвет слева, значит мы ребро будем ставить в левый слот. Отводим вправо, поднимаем слева, возвращаем, возвращаем, получаем пару, зеркально отводим назад, поднимаем переднюю грань место, вставляем, возвращаем. И вот у нас все собрано, и уголки, и ребра. Ну и также можно использовать F2L, любые алгоритмы, которые не разворачивают центры. К примеру, синяя-оранжевая пара, объединяем, ставим в свой слот. Синя-красная пара, первые два слоя собраны. На мельнице все примерно то же самое. Допустим, вот этот синий уголок, он должен стоять, очевидно, между этими синими цветами. Здесь перепутать нельзя. Если на обычной мельнице можно при особом усердии собрать цвета вот так, то есть расположить уголок и ребро справа от центра своего цвета, на самом деле должна быть вот так, элементы слева от своего центра, то есть грань у обычной мельницы 3х3 должна быть одного цвета. А здесь же получается двухцветная грань, ну если игнорировать верхний слой. То есть как бы уголок цветной тут и тут и тут. Вот в таком случае мельница 3х3 дальше не соберется. То есть наверху вы получите нерешаемую ситуацию и часто с этой проблемой новички сталкиваются. Это наверное самая интересная особенность мельницы. Здесь же в 4х4 такой проблемы нет. Центр зеленый, но здесь есть подсказка из оранжевой полосочки что вот именно сюда нужно ставить оранжевые элементы. Сюда нужно синий, красный и так далее. Поэтому мы вот этот синий уголок даже не подумаем ставить куда-то еще, кроме как сюда. По идее можно было бы сюда, но здесь уже красных цветов слишком много, поэтому вряд ли. белый цвет направлен вверх, поэтому делаем три пих-пафа. Один, второй, третий. Уголок становится на место. Сразу сюда поставим синее ребро. Поскольку ребро одноцветное, мы не всегда можем его ставить над своим центром. К примеру, если здесь мы поставим над синим центром и вот так опустим, то здесь все совпадет. Да, значит, это ребро именно отсюда и с этой позиции будем ставить его налево. Ну, к примеру, вот это оранжевое также стоит над оранжевым центром и если мы опустим, то видим, что форма не совпадает. Поэтому вот это оранжевое нужно ставить с зеленого центра. если делать это по отдельности, тогда отсюда если наклонить по форме все будет совпадать. Можно либо запоминать, что вертикальные ребра ставятся со своего цвета, а горизонтальные ребра с соседнего, либо вот так вот наклонять и смотреть, чтобы по форме подходило. Ну, в данном случае нужно отсюда поставить сюда, поэтому делаем стандартный алгоритм, который не разворачивает центры. Ну, гораздо интереснее первые два слоя на шипмодах собирать именно методикой F2L. Это быстрее и эффективнее. Причем интуитивного вполне достаточно. Видим собранную пару, надо поставить вот сюда три хода и это получается. Дальше красный уголок, красное ребро, их нужно объединить в пару, вот свободный слот, объединяем и вот эту пару ставим в свой слот. получается гораздо быстрее. Псевдопаритетов тут нет, что трудностей никаких. Ну, и остается вот у нас одноцветная пара, да, это вертикальная и это вертикальная. Если был бы уголок вертикальный, а ребра горизонтальные, то это была бы трехходовка. А так это одноцветная пара. Объединяем элементы и ставим на место. Также можно собирать любым другим способом первые два слоя, главное, чтобы они не разворачивали центры. Дальше на кубике 4х4 мы должны собирать крест. На шейпмодах для галки обычно используется формула F обратный пиф-паф F' и получился крест. Для палки, которая располагается горизонтально F пиф-паф F' для точки любой из алгоритмов, к примеру, палка, после чего получаем галку. Выходит крест. Ну, куда интереснее, когда появляется вот такая ситуация, ни палка, ни галка, три ребра правильно ориентированы или одно ребро правильно ориентированно. Это ОЛЛ-паритет. На кубике решается он известным алгоритмом РВ У2 перехват Х РВ У2 РВ У2 РВ' У2 ЛВ У2 РВ' У2 РВ У2 РВ' У2 РВ' У2 РВ' Решается паритет после чего делается крест и дорешивается оставшаяся ситуация Но на шипмодах 4 на 4 этот алгоритм будет разворачивать боковые центры Поэтому его придется немножко изменить А именно принцип останется тем же но вместо движения РВ мы будем вращать только средний правый слой Это движение будет обозначать буковкой r малое. Ну и в конце добавится пара ходов. Запомнить их будет нетрудно. На кубике 4 на 4 этот алгоритм развернет только вот это парное ребро. Все углы останутся на месте. Исходный алгоритм, он разворачивает полностью вот это ребро из четырех элементов вместе с углами. Самый алгоритм. r малое у 2 перехват. r малое у 2, r малая у 2, r малое у 2, r малая у 2, r малое у 2, r малое штрих u2 r малое штрих u2 На этом обычный алгоритм заканчивается Но нам нужно сделать еще движение двумя средними слоями m штрих и вернуть кубик в исходное положение Вот у нас развернулись два вот этих элемента Повторим r малое u2 перехват x r малое u2 r малое u2 r малое штрих u2 l малое u2 r малое штрих u2 r малое u2 r малое штрих u2 r малое штрих u2 m штрих и возвращаем Движение r малое Можно делать либо вот так Либо можно сделать rv r штрих Эффект будет такой же Также движение l малое Можно делать вот так Если ваш кубик это позволяет Либо lv l штрих На мельнице мы видим, что паритета у нас нет Делаем f pif-paf f штрих Получаем галку Из точки Отсюда делаем f Обратный pif-paf f штрих Получаем крест и заодно всю грань Допустим, что нам не так повезло Мы видим, что 3 ребра правильно ориентированы Может быть также 1 ребра только правильно ориентированы Это паритет То есть если не точка, не галка и не палка То значит это oll паритет Берем ребро, которое хотим развернуть перед собой И выполняем алгоритм через внутренние слои Мельница круется похуже Поэтому движение r я буду выполнять вот так Через два движения Ну, начнем r малая o2 Перехват r малая o2 r малая o2 r малая штрих o2 l малая o2 r малая штрих o2 r малая o2 r малая штрих o2 r малая штрих o2 Ну и движение m штрих Перехватываем Смотрим, крестик собрался Дальше мы собираем уголки на желтой грани Можно либо использовать метод для начинающих Для этого мы располагаем кубик желтой гранью влево И смотрим на дальний верхний уголок Если желтый цвет направлен вверх То нужно сделать 4 пиф-пафа 1 2 3 4 Далее вращаем левой гранью кубик не перехватывая до тех пор Пока сюда не встанет другой неправильно ориентированный уголок Этот желтый Значит вращаем Здесь желтый цвет направлен назад Значит делаем 2 пиф-пафа На один Второй Грань собрана Либо можно использовать алгоритмы OLL Как с креста Допустим рыбку Также можно сделать сразу не создавая крест Если вы владеете OLL полностью Например вот эта буква T с блоком Всего алгоритмов 57 Поэтому подробно останавливаться не буду В данном случае мы видим что неправильно ориентированы три угла И можем их также разворачивать по методу для начинающих Для этого мы должны расположить какой-то центр перед собой Какой-то сверху Центр у нас имеет двухцветные элементы и одноцветные Здесь уже немного сложнее ориентироваться Вот это ребра Вот это опять центры Двухцветные и одноцветные Вот это ребра Ребра чуть подлиннее Поэтому вот центр сверху Вот центр вот этот перед нами И вот этот уголок мы будем разворачивать Вот вращается Вот эта грань И вот правая Главное чтобы движение верхней грани задействовало вот этот уголок Там желтый цвет направлен назад Значит делаем два пиф-пафа Один Второй Развернулся уголок Подворачиваем следующий Здесь тоже смотрим Уголок правильно ориентирован Еще один И желтый назад Делаем два пиф-пафа Один Второй Развернулся Ну и третий уголок Тоже два пиф-пафа Все развернулось Также если вы владеете ОЛЛ Можно узнать к примеру восьмерку И выполнить специальный алгоритм Главное быть уверенным Что центры он не разворачивает Но все крестовые ОЛЛ Центры не трогают Для восьмерки Делаем F' R' U' R' U' R' F' R' 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 F' мы используем два алгоритма один для перестановки ребер другой для перестановки углов из метод для начинающих ребра мы переставляем при помощи алгоритма семерка для этого располагаем два ребра над своими центрами одно сзади другое слева и выполняем алгоритм r штрих у 2 r o 2 r штрих f пиф-паф r штрих r2 o штрих и ребра становятся по местам если смежных ребер правильных не оказалось а есть ребра которые стоят напротив можно выполнить алгоритм дважды сначала из любого положения потом уже расположить одно правильно сзади другое слева либо применить алгоритм теперь который мы уже рассматривали при сборке центров ru r штрих u штрих r штрих f r2 u штрих r u r штрих f и ребра сразу переставится по местам далее собирается углы для этого находится собранный уголок располагается слева желтая грань перед собой и выполняется алгоритм а первым также из метода для начинающих r u штрих r d2 r штрих u r d2 r2 если с первого раза не собралось можно повторить r u штрих r d2 r штрих u r d2 r2 кажется что собралось но если посмотреть то два угла стоят не на своих местах это может быть два смежных угла либо два диагональных неважно это PLL паритет то есть если после перестановки углов у вас остается два угла не на своих местах то значит вам нужен дополнительный алгоритм который вам известен из кубика 4х4 но на шейп модах он также не подойдет так как будет разворачивать центры базовый алгоритм для 4х4 выглядел вот так и переставлял два ребра после чего можно было решить уже стандартными алгоритмами для шейп модов мы будем использовать другой алгоритм он тоже через внутренний правый слой чуть подлиннее но запоминается легко r малое дважды u2 r малое u2 r малое дважды u2 и повторяем и те же два противоположных ребра меняются местами но раз мы вращаем внутренние слои и не делаем движение двумя слоями у нас центры не разворачиваются на шейп модах обычно делается вот так ра ви 2 раз два то есть это это получается r малое дважды у2 rv r' u2 rv2 r2 u2 rv2 r2 u2 rv r' u2 rv2 r2 u2 И все собирается. Напомню, что двойные движения можно делать в любую сторону, разницы нет. Ну и соберем верхний слой на мельнице 4х4. Вот это парное ребро стоит рядом со своим центром. Посмотрим, есть ли еще такое же. Это нет. Это нет. Это нет. Цвета не совпадают. Вращаем верхний слой. Зеленое стоит на своем месте. Синее нет. Оранжевое нет. Красное да. Мы находим, что два смежных ребра находятся на своих местах, то есть рядом со своими центрами. Располагаем одно сзади, другое слева. Ну и выполняем алгоритм, переставляющий ребра. Р'у2 Р'у2 Р'ф Пиф-паф Ру Р'у' Р' Р' Р'2 У' Р'у2 Мы видим, что ребра встали на свои места. Ну, здесь сразу видно, что два уголка стоят не на своих местах, а два на своих. Ну, для полноты картины давайте один раз алгоритм АПЕРМ все-таки провернем. Угол, который стоит на месте, берем сверху слева, желтая грань перед собой и выполняем АПЕРМ. Р У' Р Д2 Р' У Р Д2 Р2 Если вы владеете каким-то другим алгоритмом для перестановки углов, его также можно использовать. Главное, чтобы он не разворачивал центры. Ну, мы видим, что два угла не на своих местах, а значит это PLL-паритет. Нужно выполнить специальный алгоритм. Неважно, как располагать головоломку, сразу выполняем. Р малое дважды, У2 Р малое, У2 Р малое дважды, У2 Повторяем. Р малое дважды, У2 Р малое, У2 Р малое дважды, У2 Как и на обычном кубике 4х4, когда вы собираете по методу для начинающих, у вас всегда после применения алгоритма паритета появляются ребра напротив. Видим, оранжевые и красные ребра стоят правильно и располагаются напротив друг друга. Поэтому я рекомендую изучать алгоритм ТПРМ, который решает эту ситуацию сразу. Делаем пиф-паф Р штрих, Ф Р2 У штрих, Р штрих, У штрих, Р У, Р штрих, Ф штрих На самом деле, можно дальше собирать любым способом. Паритет уже решен. Вот мы расставили ребра по местам и остаются уголки. Желтая грань к себе Вот этот оранжевый-желтый уголок Слева, спереди, сверху Мы видим, что действие-то противоположное Значит, с одного АПРМа кубик соберется Р, У штрих, Р, Д2 Р штрих, У, Р, Д2, Р2 Все собрано Это один из наиболее простых шип-модов 4х4 В этом он схож с Фишером 4х4 По нему будет отдельное обучающее видео Есть еще много других шип-модов И они сложнее, чем эти Поэтому с мельницей и с Фишера Можно как раз и начать изучение четырехслойных шип-модов Мастер Морфикс 4х4 гораздо сложнее, чем эти головоломки Тренируйтесь, и все у вас получится А на этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok